Так, ну, во-первых, спасибо, что пришли. Слава Богу, что не все, потому что я когда увидел финальное количество проданного, я, честно говоря, обалдел, потому что я побоялся, что мы сюда все не влезем, но тем не менее. Сразу с места в карьер. Итак, когда я говорю Петр Первый, какие у вас есть ассоциации, мысли, то есть Петр Первый, кто, что, ну, буквально два-три слова. Итак, окно в Европу. Петр Первый, окно в Европу. А Петр Первый, он кто? Ну, что? Ну, то есть, царь-император. А как бы вы его характеризовали? Ну, то есть, просто буквально два-три слова. Волевой, красивый, красивый, полководец, строитель Ленинграда, да. Он еще, правда, не знал, что его город будет Ленинградом. Боюсь, что если бы знал, то его бы Кондратья хватило. Ну, ладно, окей. Новатор, лидер, плотник, токарь. Еще есть какие-то варианты? Любознательный мужчина. Он не только в росте красивый, он еще любознательный. Авантюрист. Слушайте, такое ощущение, что мы про Путина говорим. Ну, про Анну Монс мы тоже говорим, да, да. А? Флот, да. Великий стоматолог, да, про стомодолга мы поговорим. Значит, я что хочу сказать. Вы сейчас называете характеристики практически 100% положительные. Ну, то есть мы говорим, в принципе, о положительном герое. И, в принципе, так оно и есть, потому что он был положительным героем, но он положительным героем стал в результате определенных манипуляций. То есть Петр Первый в наших глазах – это такой пиар-пирог, который слепили два великих кулинара. И вот у меня вопрос вам, что это были за великие кулинары, которые слепили нынешний образ Петра Первого? Екатерина Вторая. Товарищ Сталин. Ну, как приятно с вами общаться. Вы все знаете. Все, я пошел. Действительно, Екатерина Вторая и товарищ Сталин. Значит, Екатерине Второй нужно было это потому, что она никто и звать никак. Принцесса Ангальцерского из немецкого Мухасранска, которая, в общем-то, история такой кровавой золушки, которая по трупу своего мужа взяла власть. Она никто звать никак. Ей важно было вот эту вот прямую линию прочертить, потому что в Петербурге у нас стоит памятник Медному всаднику, и там написано Петру Первому, Екатерина Вторая. И это памятник на самом деле не Петру Первому. Это как, прикиньте, сейчас бы Владимир Путин открыл бы памятник Петру Первому и написал бы Петру Первому Владимир Путин. Ну, то есть, мы ржем, но на самом деле это вот примерно то же самое. То есть, сначала это Екатерина Вторая, с нее начался вот этот образ Великого и тра-ля-ля. Ну, а Иосиф Сергеевич Сталин, он просто повернул как бы концепцию вспять, потому что в 20-е годы вообще история эта продажная девка империализма. И, так сказать, памятники Петру Первому сносили у нас в Петербурге, два снесли, Медный всадник не тронули, просто потому что он слишком знаковый. Да, и, в общем-то, вот в 1934 году история, наконец, стала опять наукой. Вот Лев Николаевич Гумилев поступил как враг народа на факультет, просто потому что туда нафиг никто не шел. Ну, за 10 лет промыли людям мозги, сказали, что история это, так сказать, кал. Ну вот, а выяснилось, что нет, нужна. Поэтому, да, Екатерина Вторая и Сталин. И вот у меня вопрос такой очень странный. Вот это кто? Петр Первый. Ну, логично, типа, Перец, ты вообще в Менько, не в Менько. Да, это Петр Первый, но это не Петр Первый. Это некая фантазия художника Поля Доляроша, который уже это первая половина 19 века. И посмотрите внимательно на этого человека. Ведь ему не хватает шляпы с пером, шпаги. И это просто герой романа Дюма. Ну, почти. Ну, типаж, понимаете? Это герой-любовник, сударь, тысячи чертей, как бы, и все такое прочее. Потому что, если мы посмотрим дальше, ну, тут я вот вам немножко набросал вообще образов Петра Первого. Вот это, да, человек с выражением лица «чо». То есть это то, как его рисовали потом, традиционный такой мотив. Мотив, половина картины, половина художников, скажу честно, я, если бы не занимался подготовкой этой лекции, я бы даже и не знал. Вот это вообще Венецианов, который у нас всех этих крестьянок, снопы и прочее. А вот, оказывается, он видел Петрушу вот таким, да? Ну, а это вообще Пастораль. На берегу, значит, пустынный ход, стоит Петруха, что-то ждет. Видите, какой романтичный... И вот это традиционный мотив, что он на пустом месте построил город. Хотя, как бы, на самом деле он не на пустом месте. В городе были деревни, и вообще на месте летнего сада была дача. Шведа Канау, который был вообще-то одним из главных в крепости Нейншанс, которая тоже там была. Но это, опять-таки, некая мифология, что вот с чистого листа и так далее. Вот, кстати, этот художник Лагорье, он пишет эту картину. Выражение лица примерно как вот на той картине Венецианова у Петра Первого. То есть он так смотрит. Вот, мне кажется, наиболее точный образ. Ну, Серов вообще гений. Собственно, его портрет Николая Второго считается одним из самых выдающихся. Вот он вот такой, понимаете? Абсолютно несуразный. На кривых под согнутых ногах. Шпала больше двух метров высотой. Вот он куда-то идет напрямик. За ним идут вот эти несчастные люди, его сподвижники, которые, ну, Петя, ну, нормально же все было. Отлично сидели. Ну, куда ты, куда ты опять пошел? Что тебе там надо? Вот в это. А ему абсолютно по барабану. Вот он идет в этих своих башмаках с этой струстью знаменитой, которую он любил охаживать. И Лев, ой, Господи, как его, Сашка наш, Александр Данилович Менщиков, очень часто ею огребал. Мы, кстати, находимся неподалеку вообще от родины Менщикова. Между прочим, Мясницкие ворота, да, ведь вы знаете, как чистые пруды раньше назывались. Поганые пруды, потому что все хорошее туда благополучно отправлялось. И там стояла Менщикова башня, которая, когда сгорела, ее никто не стал тушить, потому что антихрид построил вот этот шпиль. Но это отдельная тема. Да, то есть вот, мне кажется, вот он такой, Петр Первый. Ну и вот, соответственно, сравнение. Смотрите, вот это портрет, который я вам только что показывал, а это уже прижизненный портрет 1717 года. И понятно, что если мне сейчас парик Сталина, усы Сталина и трубку, то я буду похож на Сталина. Потому что два-три атрибута. Вы придете на Красную площадь, там вот эти ряженые, типа Ленины. Там даже Путин есть. Он просто в костюме и в очках. И вроде я сначала говорю, что это за мужик? А, так он под Путина косит, да? Да, но на самом деле, если вы приглядитесь, вы увидите, что это абсолютно два совершенно разных человека. Они вообще не похожи друг на друга. И при том, что это-то тоже фотошоп. Потому что, естественно, когда вы рисуете, пишете парадный портрет, вы делаете красивое. Вы убираете все морщины. Вы, естественно, просите сокрыть рот, потому что там во рту такое, что, не знаю, 2 миллиона рублей. И это стоило бы в коммерческой клинике сейчас у нас, в любой стоматологической, в Москве, да? То, что у них там во рту. Поэтому они никогда не улыбаются на портретах. Поэтому вот эта загадочная улыбка Джаконда для меня нифига не загадочная. Я иногда думаю, что, может быть, она именно поэтому вот так вот чуть-чуть буквально приоткрыла свои прекрасные губки. Да, вот это было, стало, да? То есть реальность и миф. При том, что и это-то тоже миф. А это миф там вдвойне, собственно, втройне. А это такая иллюстрация, показывающая Петра I перед его туристической поездкой в Европу. Он был первый у нас турист, отправившийся в Европу. До него наши русские цари, императоров еще не было. Туда не отправлялись. Обратите внимание, какой у него здесь подбородок. Тоже абсолютно не напоминает нам то, к чему мы привыкли. Он тут в форме голландского матроса и так далее. Ну и откуда человек формируется в детстве? Такая новая мысль специальная для вас. Спасибо, Кэп. Но тем не менее, ведь о чем вообще мы сегодня будем говорить? У меня нет задачи, понимаете, навести тень на плетень. Подорвать авторитет величайшего героя современности и не только. Более того, если, допустим, когда я рассказываю про древолюционный терроризм, я действительно иногда забираюсь в такие дебри, источники ищу. Здесь я вам буду говорить то, что на самом деле на поверхности. Все то, что я вам буду показывать, вы и сами, в принципе, могли бы найти. Но если бы потратили на это время оффлайн и онлайн. Но вы, естественно, не будете его тратить, потому что зачем у вас есть как бы я? Собственно, за это вы сюда и приходите, за это вы и деньги платите. У Петра Первого довольно трагичная судьба в детстве была. Папа его, Алексей Михайлович, тишайший, а время-то не тишайшее было, так про него говорили. Мама Наталья Кирилловна Нарышкина. А вот это Артамон Матвеев. Буквально, если мы сейчас выйдем сюда, повернуем налево, а потом в Армянский переулок, это Армянский переулок, это вотчин этого Матвеева. Там стояла церковь в столпах, которые я вам еще покажу. Вот там, собственно, в гостях у Артамона Матвеева, папа Петра Первого увидел его будущую маму и женился на ней. Она была уже вторая. И папа умер тогда, когда Петру было три там с чем-то года. То есть все, он потерял отца. А ведь проблема была в том, что была еще ведь одна жена Алексея Михайловича. Ну и как вы понимаете, у каждой жены есть свои друзья, родственники, приближенные. И если ты жена царя, то можно и тендер, так сказать, побогаче себе загробастать и все такое прочее. Ну, собственно, не мило мучить. И вот этот вот человек вообще, на самом деле, это один из первых западников у нас на Руси. Это еще отдельный сюжет, о котором мы будем говорить, что Петр Первый, вот он все, что начинал, вроде как вот с нуля. На самом деле, нифига не с нуля. Вот у него дома были зеркала. На тот момент зеркала в доме, это как, я не знаю, сейчас НТФ, вот эти вот истории. У него дома были карты, но не игральные, а со всякими странами. Он питался иногда странной пищей. У него там нашли один раз при погроме каракатицу. И считали, что он какого-то гада жрет. Сейчас зайдете в любой рыбный ресторан, и вам там таких гадов принесут, что мама не горюй. В общем, все, папы нет, и он воспитывается мамой, и стрелецкий бунт. Значит, вот я вам хочу показать, опять-таки, как это все изображалось. Представьте себе, что сейчас какие-нибудь, ну не знаю, ну разгвардейцы перепились и пошли выяснять отношения. То есть они к вам приходят и говорят, где Владимир Путин, твой законный наследник. То есть это абсолютно невменяемые мужики приходят и просят у Натальи Кирилловны показать наследников. Наследников два, на самом деле. Один Иван, второй Петр. Вот Петр здесь вот этот вот, да? А вот это Иван. Это Наталья Кирилловна, а это вот патриарх Иоаким воздевает руки, говорит, о, помнитесь. А ведь дело-то было жесткое, потому что и Михаила Юрьевича Долгорукова, главу Стрелецкого приказа порубили прямо на глазах у Петра, и Артамона Матвеева порубили прямо на глазах у Петра, и Юрия Алексеевича Долгорукова порубили прямо на глазах у Петра. В общем, всех порубили. А мальчик еще мальчик, да? То есть сейчас у нас есть, например, возрастные ограничения, когда в кино вы идете, и, например, в Штатах, там все очень жестко, вас тупо не пустят в кино. Поэтому большинство режиссеров стараются как-то вот кровищу убрать, чтобы расширить аудиторию. И вот как иногда изображался этот вот бунт. Это некий Карл Карлович Тебейн, о котором, опять-таки, я узнал только, подготовившись к этой лекции. Петр Великий в детстве спасенный матерью от стрельцов. Картина 1862 года, через год после отмены крепостного права. Здесь вам плохо видно, что там написано. Я вам покажу крупнее. Вот это Петр Первый. Мне кажется, что это вокалист скандинавской пауэр-метал-группы, которая выходит в лосинках на сцену и поет, что Петер Первый rises from ashes. Ну, в общем, и так далее. То есть если бы Николай Басков играл бы там death metal, то, мне кажется, вот он выглядел бы вот так. Это к вопросу, опять-таки, о мифологии. Мама у него посмотрела... Ой, а что же, я пропустил этот слайд? А, это я показываю вам, как Петр Первый на самом деле выглядел. Вот смотрите, это страница с Википедии. Юный Петр на парсуне написано. Это к вопросу об источниках и их проверке. Википедия чудесный ресурс, я его обожаю. Но там надо перепроверять все, потому что откуда они дернули эту картинку? Они дернули с официального сайта Кремля. Посмотрите, написано. Портрет царевича Петра Алексеевича. Вот четвертая картинка. И в конце что? Вопрос. То есть на самом деле они нашли этот портрет. Гадали-гадали, кто это такой. Ну, пусть будет Петр. Но вопрос. А Википедия уже на серьезных щах вам подают, что это портрет Петра Первого. То есть, соответственно, вот, к сожалению, мы живем в такое время, когда все надо перепроверять. Но кто будет это делать? То, что бабушка сказала, или то, что великий блогер вам в Ютьюбе нашептал, то и правда. Пойдете ли вы это перепроверять? И вот мама, посмотрите. Это мать вокалистки Эванесенс, мне кажется. То есть тоже огонь в глазах, метает молнии. То есть как можно изобразить одно и то же событие, но совершенно по-разному. Ну и вот здесь, боюсь, плохо видно просто. Вот там внизу лежит русский национальный шлем. Он выглядит, чтобы кто не видит, он выглядит как перевернутая воронка, через которую вы масло наливаете. И вообще он тут не совсем русский как бы одет. Или вот. Ну, этого у меня увлечения нет. Вот Петр Первый. Мне кажется, это Таня Буланова в детстве. И это все стрелецкий бунт. А вот эти вот девочки, вот они тут в таких позах и с такими лицами, ну, абсолютно трешенными. Ну, типа, ну да, ну стрельцы пришли, а мы на коленочке встанем. В общем, порубили. Как вы думаете, если у вас, вот, вам там совсем мало лет, и у вас на глазах убивают ваших близких, как это отражается на вас? Ну, я вам хочу сказать, что это абсолютно не уникальная ситуация для истории. Вот, например, ну, это то, что вылезает по запросу Осборн. Мы об этом сейчас будем говорить. Есть отличный документальный фильм, который я вам рекомендую просмотр. Он называется The History of Britain. История Британии. Он есть в переводе на русский язык. Саймон Шама. Историк. Он уникален тем, что там практически нету так называемых реенекмент. Это когда вот в документальном фильме показывается, как люди в костюмах пытаются играть кого-то там, как в художественных фильмах. И там вот есть серия про Вильгема-завоевателя, Уильям. Он вообще из Нормандии. Француз. Соответственно, у него была Синишаль, только уже, получается, не Осборн. А как, если он из Франции? Осборн. Все очень просто. И когда он был маленький, юный молод этого Синишали, ему было 12 лет, убили, прямо его на глазах зарезали. Но спустя какое-то время Вильгем, он переплыл Ла-Манш и в битве при Гастингсе победил Горлета Гедвундсона. И, в общем-то, с тех пор это был последний раз, когда Англию смогли завоевать. А этот самый Геральд, или как он, Хэролд по-английски, он нам не последний человек, потому что его дочь Гита Уэссекская вышла замуж за Владимира Мономаха. Или вот, например, вот этот персонаж, Фридрих II Великий. Вот вы приедете в Берлин, там ему памятник. Стоит такой медный всадник только в Берлине, на Унтерден-Линден. В принципе, мы ее и видели, когда там по Берлину гуляли. Вот человек, у него папа. Это сюжет, которым мы будем касаться еще такой. Вояка-вояка. А он говорит, папа, хочу на флейте играть. Вот у Путина сын, он приходит и говорит, папа, хочу, как в КВНе были, печь капкейки. Или там, папа, хочу там, я не знаю, стать бьюти-блогером. Ну и тот на него смотрит и говорит, не получится. В общем, в итоге он убежал из дома. Я, конечно, утрирую, естественно, там не только в этом был замес. Там целый комплекс проблем, да, но и чтобы не растягивать это все надолго. Он убежал из дома, и вместе со своим приятелем, лейтенантом Гансом Германом фон Катте, был пойман, возвращен, и папа решил сына убить. Но ему сказали, там все, включая других окрестных королей, что типа, ну он же не просто ваш сын, он еще как бы типа наследник и все такое прочее. Поэтому сына помиловали, но Генриха фон Катте повесили прямо у него на глазах. И когда его вешали, он ему прокричал, что я на тебя не в обиде и вообще никаких претензий, потому что я все прекрасно понимаю. Тем не менее он стал великим. Правда, проиграл. Кому? Нам. Первый раз Берлин мы брали как раз вот тогда. Но на его счастье случилась, соответственно, смерть Елизаветы Петровны. Зашел на трон Петр Третий и все вернул. И это называлось чудо Бранденбургского дома. Это то, о чем я всегда рассказываю в Берлине, потому что Гитлер всегда имел портрет Германского второго над кроватью и верил в это чудо Бранденбургского дома. Что вот сейчас, в 1944 году, эти проклятые московитые рассосутся каким-то образом, и все вернется на круги своя. Не срослось. Извините. В данном случае история не повторилась. На чудеса уповать не нужно. Или вот, например, вот этот вот человек. Это Иоанн Грозный. Симпатичный парень, как вы, девочки, считаете. Это, кстати, тоже не доказано еще, он ли это. Но большинством голосов приходит к выводу, что это его прижизненное описание. Тоже и маму его вроде как отравили. К чему это привело? Что, будучи тинейджером, он уже боярина Шуйского скармливал псам. Да, вот когда нет компьютерных игр, есть вот такие развлечения. Ну, а этот парень, собственно, про него мы ничего не знаем. Потому что в советское время, понятно, это сплошная мифология. В основном мы знаем это все из источников западных. А это тоже не всегда правда, как бы. Но вроде как, если верить проклятым пиндосам, папа его бил, родной папа его избивал и даже на мать кидался с ножом. И, в общем, и сам он на него кидался с ножом. Но это то, о чем как бы пишут. Тем не менее, человек построил великую страну, правда, которая приказала тоже с величием долго жить. То есть, на самом деле, эта история абсолютно не уникальная для нас. Это, конечно, отнюдь не значит, что надо детей в детстве мучить, убивать на их глазах и прочее. Потому что, к сожалению, на Петра Первого это все оказало такое влияние, что если бы мы сейчас его видели, то в дополнение к тому, что я вам рассказал, ну, представьте себе, вот этот человек очень высокий, несуразный, у него был размер ноги какой, помните? Ну, 37-38, тогда не было магазинов. Он не мог прийти и сказать мне, пожалуйста, нью-баланс на полу размера побольше. Тогда все было на заказ, поэтому примерно считает 37-й размер в обуви. Вот он высокий, с такой маленькой головой, с маленькими ногами, и у него постоянные конвульсии. Особенно, когда он нервничал. Представляете, правитель вашей страны, он выходит и делает. Ну, не всегда, но периодически. Каким бы Путин ни был, но он не дергается. И в отличие от Ельцина, его не стыдно за границу отправить. Он в пьяном виде с трапа не свалится. Хотя бы за это ему спасибо. И танцевать не станет дирижера оркестра. Хотя, с другой стороны, если бы стал, так, может, мы бы его наконец и полюбили бы. Реально, всеми швабрами нашей души. Ну, вот он такой серьезный парень. И к чему это привело? Вот эта картина, которую я обнаружил с великим удивлением. Это некий художник Гаврил Горелов. Она находится в экспозиции русского музея. Она называется «Осмеяние трупа Ивана Милославского». Дело в том, что вот в этом армянском переулке, про который я вам указал, там еще Иван Милославский тоже жил. То есть они вместе, прикиньте, два противоборствующих лагеря. И Артаман Матвеев, и Иван Милославский. Значит, Иван Милославский, ему повезло, он умер своей смертью. И вот представьте себе, после его смерти, когда Петр Первый уже пришел к власти, что мы здесь видим? Вот это кто? Свинья. А вот это вот что? Милославский. В гробу. Это гроб. То есть на свиньях везут гроб. А управляет этим вот там Петр Первый. Значит, гроб был выкопан. На свиньях отвезен. Но куда он был отвезен? Значит, это, кстати, вот церковь, которая стояла в этом самом армянском переулке. Вот это угол как раз армянского и Малого Златоустинского. Здесь сейчас, его, кстати, раньше не было. Там можно увидеть, ну это я не стал сам фотографировать, из Яндекс.Карт просто тупо свистнул. Основание вот этой вот церкви в столпах она называлась. Столб – это не столб, а столб – это приказ. Ее снесли, на ее месте сейчас школа, и, собственно, вот при этой церкви и был похоронен. Милославский потом и Артаман Матвеев сейчас, естественно, ни хрена нет. Но это просто я вам показываю, потому что вы москвичи. Вы же москвичи. Некоторые качают головой, отрицательно. Но есть мужество сознаться в этом, да? Потому что сейчас же как? Пять лет пожил, уже москвич. Полгода, да. Историк Николай Истрялов. Это XIX век, вторая половина. Значит, читаю. За 12 лет при тем в церкви святителя Николая Столпника, это вот та самая церковь, которую я вам показал, что на Покровке, ну тогда так обозначали Покровка, здесь у нас за углом. Предано было земле, соответственно, тело Ивана Михайловича Милославского. И что делает Петр, когда обнаружил очередной бунт Соковнина и Цидлера? И слезший труп, его приказано вырыть из могилы, тут еще с ятями написано, и перевезти в Преображенское. Там поставили его под плахую, где палач обрубал руки и ноги Соковнину и Циклеру. Тут еще не указан, соответственно, Стольник Пушкин. Отрубание рук и ног – это у нас как называется? Четвертование. Видите, как вы образованные люди. Приятно с вами общаться. Вы знаете такие прекрасные, милые подробности. И вы будете детям рассказывать, дорогой ребенок? Вот когда отрубают сначала руки, а котов ноги, это называется четвертование, чтобы он был таким же образованный. «И осталось головы их сообщникам отрубить. С каждым ударом палача кровь лилась ручьями в открытый гроб на кости Милославского». То есть он притащил туда этот гроб, открыл его и подставил под кровищу. Дальше по совершению казни обезглавленные трупы перенесены были с Преображенского на Красную площадь. Здесь между тем вставил каменный столб с железными наверху рожными или спицами. Палачи разложили тела казненных вокруг столба, а голову воткнули на рожные. Тут же бросили Милославского. И долго, несколько месяцев, в глазах Москвы торчали грозные спицы между тем, как гниющие трупы наполняли Красную площадь нестерпимым зловонием. Надеюсь, когда вы сегодня пройдете на каток, вы порадуетесь, что ситуация изменилась гораздо в лучшую сторону. И там вы теперь нюхаете запах глинтвейна и прочего, а не смердящие трупы. Это последствия, на самом деле, вот этих детских травм. Я, забегая вперед, хочу сказать, вы мне напомните, если я не скажу, что, конечно, в контексте того времени, это для нас сейчас шок-контент. Но тогда, на самом деле, это был даже не шок-контент, потому что время меняется, и восприятие насилия меняется, и восприятие насилия над людьми и над детьми меняется, и отношение к женщине меняется, и вообще все меняется. Потому что сейчас здесь есть прекрасные девушки, сидящие в зале, а во времена начала Петровского правления вы бы так не пришли бы никуда. Вас бы просто никто не отпустил бы. Но я об этом миллион раз рассказывал. И вот еще один сюжет. Да, кстати, эта картина, которую я вам показывал, вот эта, она была написана в 1911 году и экспонировалась в Риме на Всемирной выставке, ее одобрил Репин, но когда она вернулась, ее запретили к экспонированию, потому что она нарушала уже сложившийся миф о Петре Первом, как и великом правителе. А это ни хрена, ни как бы, пазлы не сходятся. Великий правитель не может так себя вести, он не может на свиньях катать гроб своего врага. Но вот из песен слов не выкинешь. Вот это кто-то тут хотел дочку свою привезти маленькую, слава богу, не привезли, да? Я хочу предупредить, потому что мы это записываем. У меня вообще, ну, у меня нету мата на канале, если это не мои, так сказать, какие-то цитаты из фильмов зарубежных и прочего. Но сейчас я вам буду цитировать книжку одного человека, и какую, я думаю, вы поймете, когда я заговорю таким голосом. На самом деле я его люблю, нежная любовь, я считаю, это один из самых харизматичных у нас историков прекрасный. Вот, значит, это иллюстрация современного художника. Я забыл его фамилию, он иллюстрировал чуть ли не Толкина. Здесь мы видим, в центре сидит князь-папа, это шутовской такой патриарх. Тут вот Петр Первый, вот тут кто-то там согнулся, затитечку уже трогает. Опять-таки для нас это как бы шок-контент, но сходите в свингер-клуб. Да, в принципе, вы же все там были, да? Нет? Я, к сожалению, не был и очень жалею. Меня в Париже приятельница на Шан-Залезе приглашала в один из самых понтовых свингер-клубов, но я просто говорю, я не высплюсь, а у меня надо следующий день опять группу вести. А так бы я, конечно, с удовольствием сходил бы. Ну как с удовольствием, в смысле для... А может быть и с удовольствием, я же не знаю. Но для расширения кругозора, да, может быть, мне так понравилось, что я бы все забросил бы и только бы там и жил бы. Ну вы просто понимаете, мы же все такие чистые душой и телом и помыслами на людях. А там, знаете, если копнуть, ой, ой, лучше не копать. Да, ну в принципе об этом все фильмы и книжки. Так вот, это всешутейший и всепьянейший собор. Эта картина уже 1722 года Сурикова, о которой мы еще будем говорить, она написана по мотивам карнавала, который проходил в Москве через год после подписания нештатского мирного договора. Это когда, наконец, мы официально ижорскую землю сделали нашу. Ведь за место в чем? Вот вы представьте себе, я каждый раз об этом говорю. До 1721 года земля, на которой был организован Петербург, она де Юре была шведская. А в 1711 году Петр I уже провозгласил Петербург столицей Российской империи. Это единственный параллель, который я могу найти, но это как сейчас Путин говорит. Столицу – Севастополь. Ну, понятно, что немножко притянутся за ушами, но хоть как-то вам объяснить контекст. Так вот, здесь жесткая пародия на папу римского. И вот, что происходило во время этих замечательных мероприятиях. Помни легенду о женщине, ставшей папой. У избранного проверяли половой орган. Пахом пихай хуй, Михайлов – это царь. Изымай – это сводный брат царя, незаконный сын тишайшего Мусин Пушкин. Былый починих и прочие. После проверки новоизбранного папу сажали в чан полный пива и вина, а участники – вельможная элита, раздевшись до гола, как вы думаете, что они делали? Пили это зелье из чана, где плавал голый избранник и спиано мочился. Кстати, когда написано «полный пиво и вина», нужно понимать, что вино – это не бордо, это хлебное вино, на самом деле 17-градусное в основном, потому что такого вина в том обилии даже там еще не было. Роль шатаскова князь-папа и патриарх исполнял русский вак, полоумный от постоянного пьянства бывший учитель малолетнего Петра, стопудовый Никита Зотов. Стопудовый – это не в смысле стопудово придем, а стопудовый в буквальном смысле, он столько весел. В соборе рождалось постыдное словесное жерелье большой и малой загибы. Ну, то есть, вот, ну ты загибнул, да? Ты загиб. Большой загиб состоял из 360 бранных слов. Мать твою, я теперь поперек, грушу тебе. Ну, в общем, я не буду это все, короче, цитировать. Да. 360 матерных слов. Значит, Розенский пишет, что во времена Сталина, ну, наш красный граф, Лев Толстой, который, собственно… Ой, Лев Толстой. Алексей, конечно же, Толстой, который написал небезызвестный роман, о котором я сегодня еще буду говорить. Он мог повторить малый загиб. И Сталин, который мат любил, ну, филигранному исполнению, периодически его об этом просил. К мужскому собору примыкал и женский самозброднейший монастырь, куда входили дамы из знатнейших фамилий. Они наделяли себя, они называли себя монахуинями. И так же непотребно выбирали игуменью, и так же матерились и смертно пили. Ну, и, соответственно, он пишет про пьянство в ассамблеях, когда вот по свидетельству, например, Куракина, некоторые просто умирали. А Петр Первый, отбухав свое, вставал с утра как огурчик и шел, соответственно, мастерить там, не знаю, чередой корабль. Вот до поры до времени у парня здоровье-то было никого не занимать. И при этом, вот, ну, на всякий случай спрошу, мало ли, это не школьный вопрос, но все равно. В каком году родился Петр Первый? Может, кто-то знает. В 1762 году. Ну, по факту, в 7000, по-моему, 180. То есть ведь мы живем с вами, он же изменил лет и числение, потому что раньше от Рождества створение мира, да. Более того, Новый год, он сказал праздновать, вот скоро Новый год у нас, не в день осеннего солнцестояния, а вот когда мы сейчас, собственно, с вами празднуем. И сдал указ в честь Нового года учинять украшения из ели, детей забавлять, на осанках катать с гор. А взрослым людям пьянство и мордобой не учинять на тот, других дней хватает. Человек знал, о чем писал. Он был сын собственного народа. Вот это тот самый Никита Зотов, а это книжка, которую я процитировал. Называется «Бабье царство. Русский парадокс». Ну и вот это утро стрелецкой казни, это уже другой стрелецкий бунт, не тот, а другой. И Петр Первый лично рубил голову стрельцам. Там ведь как было, он же был за границей, отнюдь не на отдыхе. И ему тогда доложили, что бунт, он примечался, все уже решили, всех уже наказали, он сказал, нет, все по новой. И вот эта картина, на самом деле, когда Суриков ее писал, Репин сказал, так а что никто не висит, давай хоть одного повесь. И он повесил, и картина не заиграла. Не было, исчез саспенс, то есть исчезло вот это напряжение, то есть как вот, ну, чем там, не знаю, порнография, это эротики отличается. Все-таки когда немножко прикрыто, как-то по-другому ощущается. Вот, поэтому она осталась вот такая. Но опять-таки, когда человек сам рубит головы людям, я думаю, с удовольствием, потому что без удовольствия он бы этим не стал бы заниматься. Если бы он не испытывал от этого удовольствия, он бы кого-нибудь попросил. А были специально обученные люди, палачи. Потому что отрубить голову, я миллион раз об этом рассказывал, это не так-то просто, и мы об этом еще сегодня поговорим. Вот, посмотрите, да. Ну и, собственно, начало русского рэпа, да, от которого, между прочим, потом у нас главный рэпер всей Руси, солнце русской поэзии и все такое и прочее. Правда, он такой немного Майкл Джексонский, уже не такой черный, но тем не менее, стихи писал не хуже Моргенштерна, между прочим. Поэтому уж лучше, мне кажется, Александра Сергеевича иногда почитать. Хотя дело вкуса, не настаиваю. Ну и вот, собственно, то, обо что потом бились лбы и бьются до сих пор. Хорошо сделал Петр Первый или плохо? А вот давайте мы сейчас с вами проведем социальный эксперимент. Вот, кто считает, что Петр Первый сделал для России хорошо? Поднимите руку. Ну я так, на скидку, где-то примерно треть зала, больше трети. Так, кто считает, что Петр Первый сделал для России плохо? Один человек. Заметьте, что поскольку мы в России, естественно, еще добрая половина просто не подняли руки. Не там, не там. Зачем? Я не понимаю, вас расстреляют за это или что? Вас никто не увидит, не переживаете? Что вам просто? Или у вас нет ответа на этот вопрос? Возможно. Но это всегда я поражаюсь. Даже, знаете, ну вот, я не знаю, я привожу там в какую-нибудь подворотню в Питере, говорю, кто бы хотел здесь жить? Поднимаю руки. А кто бы не хотел? Не поднимают руки. То есть, поднимают руки, а там львиная доля не поднимают. И это все про нашу страну. Вот про эту самую безинициативность и вот эта вещь на что? Ну, денег за это не заплатят, как бы, а вдруг тут это, вдруг ФСБ. Я, кстати, уже второй раз водил экскурсию для ФСБ, в день чекиста и брал с них деньги. Так что я теперь официально платный путинский агент. Возможно, вы... Спасибо. Я не знаю, что вы оценили этот камин-аут или то, что я водил экскурсию для ФСБ. Да я замазан сто лет назад, как бы, понимаете? Мне все время пишут, «А, так это снято на деньги этих». Блин, так если бы это были деньги, я бы уже нормально снял бы, блин, я же нанял бы бригаду себе съемочную, ну, там, в конце концов, как-то это позорит честь наших спецслужб, если ты снимаешь так херовую камеру без света на дурном фоне, мне кажется. Вот. Дело в том, что ответ на этот вопрос до сих пор не найден. И он не может быть найден. Об этом рубились все вот славянофилы и западники, там, Федор Михайлович Жостоевский со своим почвенничеством. Они с братом придумали целую теорию, называется почвенничество. Не буду сейчас об этом говорить, хотя, может быть, и скажу. Значит, смотрите, вот это Петр Первый, это портрет одного и того же художника, Готфрид Кнеллер. Вот он уже тут бритый, абсолютно в таком, ну, рыцарь, рыцарь без страха и упреха. Здесь он, кстати, больше на Боярского как раз похож, с такими же выпеченными глазами. А это тоже он с бородой, он вот в этом одеянии. И в чем была, собственно, самая главная претензия, которую все ему вставляли, что если до Петра Первого русские люди были одинаковые, ну, то есть, да, у одного побогаче одежда, у другого победнее, но они все с бородами, они одинаково говорят, они одинаково, в общем-то, мыслят. Петр Первый их разделил, они стали абсолютно разными. Ведь до чего дело доходило? Мало того, что бороды брили, ну, то есть, прикиньте, вы сейчас идете по улице, видите хипстер с бородой, типа, а что это ты, как в 90-х, а что это ты вылупился? Иди-ка сюда. И достаете бриту свою, и хоп-хоп-хоп. Да, другой сразу, вот, и там все, в тиктоках, в ютубах, там, ну, нормально. Так не только это, обрезали кафтаны, ну, то есть, если слишком длинные, обрезали, да? То есть, не знаю, девушкам всем ходить в мини-юбках. Юбка длиннее, все, обрезаем юбки. Вот. А после Петра Первого, вот, стало жесткое разделение. Дворяне, они перестали быть похожими на крестьян. Они стали, ну, понимаете, парики, чулки. Ну, вот, как вот эти вот люди воспринимали человека в парике и в чулках? Ну, это же, прости господи, гейропа, чистой воды, да? Милонов явно не одобрил бы. А говорили они как? что было модно? Было модно грассированием от французского языка произошедшее. Нужно было говорить вот так немножечко, говорить. Вы пришли сегодня на лекцию Павла Перца, я вам сегодня рассказываю про Петра Первого. И это было очень клево и очень модно, да? Потому что я, Павел Перец, я не ле-мужик. Ле-мужик, это тот, кто с бородой и вот такой. А я не ле-мужик, я гладко выбрит. Правда, сам брился, что тоже не практиковалось. Ну и по понятным причинам просто еще невозможно было этого достичь. То есть вот это самый главный замес той эпохи. Ну и, собственно, а почему это произошло? Вот был у нас такой историк мордовцев. Он считал, что все из-за баб. Да? Вот это вот Анна Монс. Иноземка, дочь виноторговца, девушка из любви, которой Петр особенно усердно поворачивал Старую Русь лицом к западу и поворачивал так круто, что Россия доселе остается немножко кривошейкою. Кривошейкою. На самом деле, ведь очень хорошее слово вот Россия кривошейкая. Она вот такой вот образ, очень близкий. Это опять-таки считается, что это не предположительный портрет Анны Монс, но разрез глаз... Вот это ее брат, который потом отправился в Кунсткамеру. Мы об этом еще поговорим. Петр любил сдавать все самое хорошее в Кунсткамеру и все самое плохое. Разрез глаз похож, поэтому, возможно, это вот Анна Монс. Но и она очень сильно отличается от его матушки, от его жены, допустим, первой, которую я покажу. Ну и, соответственно, вот сейчас я вам хочу зачитать две... Вы как, живы? Нормально сидится вам на этих стульях? Да? Отлично. Это две Курфистины, ну, короче, принцессы, по-русски говоря. Причем, это матушка слева, София Ганноверская, а это ее дочь, София Шарлотта и Курфистина Бранденбургская. Между прочим, основательница Берлинской Академии Наук, они были в переписке с Лейбницем, и Лейбниц писал, что ум этих женщин настолько пытлив, что иногда приходится капитулировать перед их глупомысленными вопросами. И вот цитата из романа Толстого. На днях Курфюс Фридрих с добродушным островом сообщил ему в письме впечатление о паре варваров, путешествующих под виде плотника. Варвары приехали из этой Московии Тартарии. Ну, во-первых, Петр I, когда танцевал с ними, он поразился, что у них такие жесткие эти ребра, они ржали, говорили, это не ребра, это как бы у нас корсеты, а в корсетах, соответственно, кости, но не наши. Он не знал, что, оказывается, дамы носят корсеты, хотя и был уже в немецкой слободе. Да, и, кстати, добавляет этот адресат, Московия, как видно, пробуждается от азиатского сна. Это вот эта вечная тема, которая потом всплывала в карикатурах. Вот смотрите, характеристика. Царь высок ростом, это пишет как раз Ганноверская наша барышня, у него прекрасные черты лица и благородная осанка, то есть ей это нравится. Он обладает большой живостью ума, ответы у него быстрее верны, но при всех достоинствах, которыми одарила его природа, желательно было бы, чтобы в нем было поменьше грубости, то есть он слишком грубый для нее. Мог, я думаю, там ладошку ударить по филейной части и сказать, а? Хороша! Немка-то, а? Это государь очень хороший и в месте очень дурной. В нравственном отношении он полный представитель собственной страны. Вот спасибо Кэп. Но она это пишет, не заинтересованная в том, чтобы это было где-то опубликовано. Она пишет для себя. То есть это не пиар-продукт, понимаете? И это на самом деле очень точная характеристика, в принципе, которая потом может быть транслирована вообще на всю нашу страну, потому что у нас страна хорошая или плохая? Отлично! Наливают же! Чего еще желать? Да, шикарно! И вот еще одна характеристика, которая бьется просто копейка в копейку с ее характеристикой. Вот это вот у нас человек, по фамилии Ивлин. Портрет, между прочим, все того же Готфида Кнеллера, которого были предыдущие два портрета. Вот через пять минут спроси вас фамилию этого художника. Не, ну с другой стороны, зачем вам запоминать? Ну вы понимаете, вот методология требует, да? Меня же очень часто упрекает в том, что я вот превращаю там, как вот мне коллега написал, у меня была лекция в Петербурге, она мне пишет, тут уже твои фанаты мне написывают, что я наживаюсь на светлом имени Петра Первого. Ну я такой, видите, пощекотал Сталина, пощекочу монархистов. Че, я вот, ну когда ты на подсосе у госслужб, тебе приходится, я же еще, я же еще и на госдеп работаю. Просто, да? Они оплатят, знаете ли, копье, понимаете, копье. Куда, куда жаловаться-то? Куда, кому жаловаться? Так Путину, если скажу, что на госдеп работаю, он меня своей поддержкой решит. Вот представляете, в какую сложную ситуацию я попал, не позавидуешь. Он мне вставил мемуары, вот это, соответственно, скрин с них. И сейчас я хочу, процитируя вот эту книжку, «Петр Великий, нож императора». Значит, вамфорение вышло. Это книжка американского художника, господи, исследователя Роберта Масси. Значит, когда Петр I приехал в Англию, ему нужно было где-то поселить. Его поселили в доме этого Ивлина. А дело в том, что тогда в Англии была тотальная повальная мода на так называемый, ну, как мы сейчас сказали, ландшафтный дизайн. Все делали парки, вот это все было очень модно. Есть же в основном два основных типа парка. Это французский регулярный, когда все симметрично, и английский пейзажный, когда там всякие там эти вот такие извилистые вроде как тропинки, деревья, но на самом деле все продумано. И вот у этого Ивлина был парк, над которым он работал 40 лет. 40 лет, чувак. И это хороший звук, он предваряет мой рассказ. И туда вселились гости из России. В принципе, даже сейчас, когда гости из России вселяются в египетский отель или там где-нибудь в Турции, то может быть ата-та. Значит, что пишет этот массе в своей книжке? Еще пока они там жили, до смерти перепуганный домоправитель писал своему хозяевну. Дом полон людей, к тому же совершенно отвратительных, писал он. И когда они оттуда съехали, он приехал посмотреть, что же там такого было интересного. Во-первых, потрясенный хозяин поспешил к королевскому контролеру сэру Кристоферу Рену. Кристофер Рен это архитектор, построивший собор святого Павла в Англии и один из главных вообще масонов с просьбой о возмещении ущерба. Они обнаружили, что полы и ковры в доме до того перемазаны чернилами и засалины, что надо их изразцы, из дверей выломаны медные замки, краска на стенах испорчена и сгажена. Окна перебиты, а больше 50 стульев, то есть все, сколько было в доме, просто исчезли, возможно, в печках. Перины, простыни и пологи над кроватями изодраны так, будто их терзали дикие звери. Кстати, обратите внимание на пологи, ведь тогда еще под пологами все спали. 20 картины портретов продырявлены. Как вы думаете, что они с ними делали? Стреляли в них, да, отличные мишени. И дальше он вышел в сад. Значит, во-первых, у него было ощущение, что там прошла орда, и он пишет, восхитительную живую изгородь длиной в 400 футов, высотой 9, шириной 5, сравняли с землей. Лужайки, вытопнанные, посыпанные гравием, дорожки, кусты, деревья, все погибли. Соседи рассказывали, как же они уничтожили эту живую изгородь. Русские нашли три тачки, приспособленные тогда еще в России неизвестные, и придумали игру. Одного человека, иногда самого царя сажали в тачку, а другой, разогнавшись, катил его прямо на изгородь, и туда его опрокидывало. Нет, но с другой стороны, как скучно, я живу. Вы понимаете, ты сажаешь в тачку, это был этот у нас такой чудаки называлось. На самом деле, Петр Первый сейчас бы в некоторых историях выглядел бы абсолютно органично. Был бы Ютуб у Петра Первого, я боюсь, во-первых, он там половину добрую банил бы, а на вторую половину просто бы свои спецслужбы ловили этих троллей и кровища бы стекала в гроб. Зато представляете, сколько просмотров. Вообще человек понимал в контенте. То есть он как бы да. Ну и собственно вот впандан этому цитата из романа Толстого Петра Первый в купеческом доме, где стали опять ничего не спрятано. Хорошие вещи лежат открыты. Дурак не унесет. Петр оглядывает темного дуба столовую, богато убранную картинами, посудой турьими рогами, то есть рогатура. Тихо сказал Алексашке Менчику. Прикажи всем настрого, если кто хоть на мелочь позарится, повешу на воротах. И правильно, Менхерс, мне и то боязно стало, а Данилыч как бы вы же знаете, это же наш первый казнократ, который заложил основы русского бытия. Мне кажется, успешный менеджмент в России, это когда ты пилишь, но что-то делаешь. То есть как бы на это закрывают глаза, но тем не менее. Покуда не привыкнут, я велю карманы всем зашить. Не дай бог с пьяных глаз-то, а? И действительно зашил карманы. Ну и соответственно, вот это вот у нас епископ Солсберевский Жилберт Вернит. Солсбери, Солсбери, собор в Солсбери. Что-нибудь вам что там такого недавно случилось? Туда ехали два туриста из России, Петров и Башаров, да, посмотреть шпиль. Да, у них было с собой по версии очень интересная субстанция. Да, я не знаю какого цвета, я знаю, что она называлась Новичок, Новичок он в Англии. Да, значит, вот этот вот, он возил его на самом деле к архиепископу кентерберийскому, кентерберий, это тоже знаковое в Англии место, там убили Генрих Второй с ним вечно спорил, Томаса Беккета, прямо там, это, короче, место такого паломничества, почитайте кентерберийские рассказы. Это средневековое замечательное произведение, показывающее как раз то, о чем я вам рассказывал, где там кто-то выставляет жопу, ее там целуют по ошибке вместо лица, ну, то есть, как бы, то, что для нас сейчас шок-контент, тогда это даже нормально описывалось, и это классика английской литературы, потому что это 14-й чуть ли век, если я Чосер написал, да, это 14-й век. Так вот, вспоминаем характеристику Курфюстины, и вот, что пишет этот человек, Джилберт Вернет, он человек, про Петра, очень горячего испыльчивого нрава, наделенный крайне грубыми страстями. Это очень мягко сказано, как вы понимаете, да, то есть, когда он пишет крайне грубыми страстями, сейчас бы мы просто матом бы это все объяснили, да, природную свою горячность он усугублял тем, что в больших дозах пил бренди, который собственноручно и с огромным сердцем очищал. Я говорю, человек знал толк во многих вещах. Он подвержен конвульсиям, вот, о чем я вам говорил, во всем теле и похоже, что они сказываются и на его голове. Вообще было предположение, до сих пор есть такая версия, что у Петра Первого была эпилепсия. Способности ему не занимать и знаний у него гораздо больше, чем можно ожидать при его образовании. Петра Первого было у него очень плохое образование, ну, вот этот Зотов стопудовый, чему его научить, да, который весьма был опосредственным. Недостаток рассудительности и непостоянства характера слишком часто заметно проявляется у него. Обратите внимание, как вот они тонко пишут, недостаток рассудительности, да, вот кто бы сейчас так сказал. У Ванька недостаток рассудительности, вы так скажете когда-нибудь, да, вы немножко другие формы речи выберете. Ванек офигел, да, то есть просто он увлечен механикой, кажется, он создан природой скорее за тем, чтобы стать корабельным плотником, чем великим правителем. В его натуре смешалась пылкость и суровость. И вот финалочка. После того, как мне довелось часто с ним встречаться и много беседовать, я мог лишь молча склониться перед глубиною божественного проведения вознесшего такого необузданного человека к безграничному всевластью над столь огромной частью света. И вуаля. Не добавить, не прибавить. Издержки самодержавия. Там же в Англии Петр I взял себе так сказать на ночь актрису Летицию Кросс, которая потом жаловалась, что он слишком мало ей заплатил. А он ей на претензии ответил, что мне за эти деньги старцы умудренные опытом служат и служат своей головой. Она худо сложила передом. Есть такой историк, о котором я буду заканчивать, Евгений Викторович Анисимов. Он писал в своей книжке, что согласно легенде во время визита Петра Великого в Копенгаген в 716 году датский король Фридрик IV, расслабившись после обильного обеда, спросил царя, ах, брат мой, я слышал, что и у вас есть любовница. Петр помрачнел, брат мой, мои потаскухи обходятся недорого, а ваши стоят тысячи фунтов, лучше их на войну со шведами тратить. Видите, уже и тогда в Европе все было дорого, даже этот прекрасный товар. Ну и вот еще немножко, понимаете, про фриковатость Петра I и про абсолютное отсутствие... Ну вот я еще живый, минут 15-20, норм, да? Идеально. Как мало вам надо для идеала. Как вы думаете, Петр I, когда организовывал Петербург, он знал, что там наводнение? Я больше, чем верил, что он знал. Вот абсолютно. Тем не менее, он его там основал. И вот одно из... Ну это-то понятно, это наводнение 1924 года, читаете, соответственно, поэмы Пушкина. Но наводнения в Питере, они случались в принципе каждые там 3-4 года. Просто в основном они где-то там на полметра, да? А вот так вот, что поэта, это было 3. 77, 1777, 1824, 1924. Вот Петр I пишет. Третьего дня ветром вест зюид, такую воду нагнало, какой, сказываю, давно не было. У меня в хоромах она была на 21 дюйм, это примерно полметра высотой сверху пола. А по городу на другой стороне по улицам свободно ездили на лодках, однако же она недолго держалась, менее трех часов. И здесь было тешно смотреть, что люди по кровлям и по деревьям, будто во время потопа сидели не только мы мужики, но и бабы. Вот сейчас как бы Путин пишет Шойгу, ты видел этот ролик в Ялсе, а как они там прикольно там, чувак за лодкой плывет, огонь же. Супер! Ну то есть как бы на самом деле у людей ведь реально трагедия. Резогарантия ничего вам не выплатит, понимаете, после этого. То есть что снесло, то снесло. Вот такое. А вот эта вот цитатка, смотрите. 18 августа Петр объявил еще один из тиранских указов. под смертную казнь запрещено писать запершись. Недоносительство объявлено равное казнью. Голиков полагает причиной тому подметные письма. Тиранских указов. Это Александр Сергеевич Пушкин. Никаких там прикрас. Указы тиранские. Вообще он писал, что такое ощущение, что некоторые указы Петра кнутом писаны. Ну и вот как вишенка на торте там пару историй. Это у нас Мария Гамильтон. Ее портретов не сохранилось. Это очередная картина 1904 года. Вот она сидит перед казнью в деревянной избе с какими-то вот такими нереально высокими потолками. Я не знаю, что это за вип-апартаменты, но таких никогда не было. Это спасибо Павлу Федомскому за такую фантазию. Вообще сам Петр Первый не любил высокие потолки. Он всегда где останавливался предпочитал затягивать парусиной. То есть он любил маленькие пространства. Тут он очень похож был на будущего Александра Третьего. Тут тоже был здоровый как кабан, но любил такие компактные помещения. В гачу съездите, увидите. Так вот, личный токарь царя Андрей Нартов писал, что впущена была к его величеству в токарную присланной от императрицы. То есть императрица посылала ему девок, чтобы, так сказать, он разлегся, перебесился и дальше. Комнатная нижняя девица Гамильтон, которую обняв, потрепав рукой по плечу, сказал, любить девок хорошо, да не всегда инока, Андрей, забудем ремесло. После сел и начал точить. Но опять-таки видите слог любить девок. То есть когда мы говорим, любить девок, это не смысл, это you my love. Нет, это имеется в виду понятный процесс физиологический, да, вот это он имел в виду. Петр Первый, соответственно, выяснил, что найдены мертвые дети. Точнее, это не он выяснил, это Мария Гамильтон, она мутила с Денщиком Орловым, и Денщик Орлов подал Петру Челобидную, потому что время было очень жесткое. Выходили указы, замечательные Петра Первого, например, о недоносительстве о осквернении личности царя в словах даже, да, то есть если вы что-то там сказали против и подвергли сомнению указа и деяния Его Величества, вас надо обновить кнутом, а если вы об этом не донесли, вас также надо обновить кнутом. Да. Соответственно, он подает ему какую-то Челобидную, Петр Первый засунул ее в сюртук, и она у него провалилась туда в подкладку. Он у нас еще и утро встает, нету, говорит, он ее украл, что ли, а ну-ка сюда. И пока его тащили, он ее нашел, но Орлов не знал, что ее нашел. И он, когда пришел, тот сказал, что, знаете, вот двоих детей умертвило Гамильтон. И действительно, Петр Первый начал вспоминать, что в летнем саду находили мертвого ребенка, завернутого в салфетку, а он же издавал указы еще, согласно которым были устроены сиротские дома, чтобы девки, не умертвляв, детей сдавали их туда, потому что, опять-таки, бабы новых нарожают, нужна армия. И вот Анисимов как раз подчеркивает в своей книге, что эти дети должны приносить пользу, то есть они не должны просто так вот пропадать. Ну и еще, конечно, Петра Первого взбесило, что, скорее всего, ну как минимум один из детей возможно был его. В общем, он эту Марию Гамильтон берет, ее пытают, приговаривают к смертной казни, выводят на Труицкую площадь, у нас это все было происходило в Петербурге. Она одевает самое-самое красивое платье, вот выходит, встает на колени, и Петр Первый гарантирует ей, что рука палача ее не коснется. И она уверена, что так оно и будет, что ее помилуют. Но Петр Первый, он любил все новое. И тут из Европы прислали новый девайс, меч для отрубания голов. Нужен тест-драйв. Поэтому, пока это Мария Гамильтон стояла на коленях, палач взял этот меч и действительно с первого удара срубил ей голову. Петр Первый за базар ответил. Рука палача ее не коснулась. После чего Петр Первый, это такая условная картинка, берет голову Марии Гамильтон, целует ее в холодные губы, а потом показывает всем собравшимся строение шеи. Потому что анатомия была тогда крайне популярной. Ну, а что да? Пропадать добро. А после этого сдает голову в коскамеру. И я представляю эту картину, когда он идет по коскамеру с кем-нибудь, идет экскурсии, говорит, а вот это, знаешь, вот с этой, ты знаешь, что было? Вот с этой. А рядом еще ее брат, которого такая же участь постигла, но за другие дела. При этом надо сказать, что ведь это сейчас, вот вы пришли, например, на лекцию, у вас сейчас очень широкий выбор интертеймента, развлечений. В то время не было развлечений. Основные развлечения были как рассказни. Там были вип-ложи, туда покупались, иногда даже билеты продавались, то есть там тоже народ собирался с попкорном и, так сказать, смотрел на это милое дело. Это вот один штришок. Ну, а это совсем история, известная, это вообще картина Ге. Вот по этому полу, сидящий там, я вам скажу, что он клетчатый. Это в монополизире у нас в Петербурге, это дворец монополизир в Петергофе. Возвращаемся к истории Фридрика Второго. То есть папа Петр Первый, сын вот этот Алексей, от мамы и еще Евдокии Лопухиной, от первой жены Петра Первого, и вот ему вот это все не надо. Ну, то есть как бы вот он хочет жить нормальной жизнью, а Петру Первому не нравится, что он как бы не идет по его стопам. Он женился там, естественно, на немке, на Шарлотте. Его сестра, ее сестра вышла замуж за австрийского императора. Это важно. И вот он его начинает прессовать, что вот ты такой секой и немазанный, не хочешь как бы папе помогать. Я утрирую, еще раз хочу сказать, чтобы просто ускорить процесс. Он уже говорит, папа, хочешь, отрекусь от трона. Это мало. В монастырь. Говорит, папа, я и в монастырь пойду. Только моли, пожалуйста. Пожалуйста. Не надо мне вот это все, короче. Ну и в итоге, короче, он его довел до того, что он просто свалил в Европу, тайно бежал. Как раз у него жена вот эта Шарлотта умерла, он бежал к ее сестре, к австрийскому императору. Ну а они же все типа там царьяне, как брат-брат, сват-сват, там же в итоге его выдали. Ну не просто так, там тоже хитростью его выманили, как там и потом княжну Тараканову, как и всех. И вот представляете, неизвестно ли лично пытал ли Петр своего сына. Некоторые историки пишут, что пытал, но он, по крайней мере, санкционировал его пытки для того, чтобы он сознался в заговоре, в каком-то, который он сам организовал. Его пытали очень жестко, и в итоге он умер там вот, собственно, в тюрьме и умер от этих пыток. А на следующий день было празднование годовщины Полтавской баталии, всем было объявлено, что он раскаялся и умер. Это его собственный сын. Потому что параллельно у Петра Первого же была, ну, жена Екатерины, тоже там история Золушки, никто его звать никак, из грязи в князе. И она, на самом деле, у них уже был, наконец родился ребенок, маленький, шишечка они его назвали, тоже Петр. И у этого родился сын, его тоже назвали Петр, у всех Петры, но тот шишечка умер. А вот его сын, Петр Второй, он в итоге, собственно, кстати, в Москву издриснул потом. То есть, вот, понимаете, как бы, кем бы ты ни был там правителем, это твой сын, твой родной сын, а это мать этого сына, Евдокия Лопухина. Это, кстати, свадебный альбом, это Инстаграм. Это вот Петр Первый, с ней, это вот у них свадьба, это им вот подарили, рисунок расположен в начале книги «Любви, знак и честен брак». То есть, это такой свадебный альбом. Что делали тогда с императрицами, которые не понравились? В монастырь. Вот отличное было время, понимаете, никаких проблем, просто вот в монастырь и все. Вот тут, кстати, пару монастырей у вас, особенно вот рождественских, где там тоже там кое-кого содержали. Так вот, вот она, она на самом деле любила Петра, он ее в монастыре. Там она все жаловалась, что ее там чуть ли не гнильем кормят. И в итоге случилось так, что человек по фамилии Глебов с ней встретился, она в него влюбилась, да, ну он понимал, что она царица, если вдруг смерть Петра, то вуаля, да. А потом он что-то понял, что он заигрался, там конъюнктура поменялась, и он, в общем-то, исчез. С радаров, она стала ему письма писать, такие там «Свет мой», ну, Таня Буланова «Ясный мой свет» и все такое прочее. Он эти письма на самом деле не сжег, сохранил, хотя ни одно не ответил. И в итоге, когда после вот этого дела царевича Алексеева его схватили, его пытали жесточайше, он ни в чем не признался, ему говорили, ты сознайся, что вот эта вот поганая царица замысляла умысел против чистейшей Екатерины, вот этой вот портомойки, он сознался, и вот до чего все-таки было нежное сердце у Петра Первого. Глебова посадили на кол. Вы знаете, что это за увлекательная процедура, когда тебя там в одно место вставляют, и ты висишь. Но, чтобы ты не замерз и сразу не умер, Петр Первый, заботливый человек, шубу приказал на него надеть. Видите, все-таки, да, все-таки было в человеке что-то хорошее. Не надо так уж про него думать. Ну, в общем, он на этом колу и умер. А эта императрица, она пережила, царевна, она пережила Петра Первого, ее там сослали в итоге там неподалеку от нас, в самый нищий Ладожский монастырь, потом еще. И вот представляете, вот у нее судьба, муж вот такой, ребенка, ее сына убили, причем она прекрасно понимает, почему, кто и как, скорее всего. Да, и вот. Ну и, соответственно, вот вам цитатка. Читали вы, князь, про одну смерть одного Степана Глеба в 18 столетии? Я случайно вчера прочел. Какого Степана Глебова? Был посажен на кол при Петре. Ах, боже мой, я знаю. Просидел 15 часов на коле в мороз, в шубе и умер с изначально великодушием. Как же читал? Это идиот Достоевского. То есть даже там нашло отражение это прекрасное событие. Ну и, в общем, под финалочку. Чудесная книга в чудесной серии. Рекомендую Хроника Техстолетий. Там и Эдельман «Мгновение славы настает», там и вот Кавторин «Первый шаг к катастрофе». Это все замечательные книжки про разные вещи, но очень хорошие. Евгений Викторович Анисимов, наш петербургский писатель, «Историк». К сожалению, если будете гуглить, смотреть его можно только на скорости полтора, ну, 1,25, но можно. Время Петровских реформ это время основания тоталитарного государства и внедрения в массовое сознание культа сильной личности, вождя, отца нации и учителя народа. Ничего не напоминает? Это и время запуска вечного двигателя отечественной бюрократической машины, работающей по своим внутренним и чужным обществу, законам. До сих пор это и всеобъемлющая система контроля, паспортного режима, фискальства и доносительства, без которых не могла существовать и наша административно-командная система. Время Петра это и столь характерно для нашего общества страх, индифферентность, индифферентность, кстати, о нашем голосовании. Социальное иждивенчество, внешне и внутренне несвобода личности. Наконец, победы на поле брани соседствовали с подлинным культом военной силы, милитаризмом, военизацией, гражданской жизни, сознания. Убираем Петра Первого. Про что это речь? Иосиф Виссарионович, один в один. Вот поэтому, собственно, Петр Первый опять на коне. По легенде, Сталин говорил, не дорубал Петруха. То есть, как бы, рубал, но не дорубал. И действительно, под занавес нашего замечательного мероприятия пару цитат. Максимилиан Волошин, поэма «Россия». Великий Петр был первый большевик, замысливший Россию перебросить склонением и нравом вопреки за сотни лет к ее грядущим далям. Ну и, собственно, ему же вторит Николай Бердяев. Приемы Петра были совершенно большевистские. То есть, Петр Первый вот имя трактовался, как первый еще и революционер. Значит, подводя черту под всем сказанным, и хочу сказать, что, во-первых, все мною описанное для нас шок, но для людей той эпохи это шок такой, ну, на очень, на полшишечки. То есть, короче, время было, знаете ли, да. Во-вторых, это, естественно, не умаляет всех заслуг Петра Первого, потому что ну, добрая половина, вот, если вот, например, сказать вам сейчас, если бы не было интернета, то бла-бла-бла. Вот в 19 веке любой человек мог бы сказать, если бы не было Петра Первого, то бла-бла-бла. Там, ни алфавит, ни исчисления, там, ни там, порядки и прочее, прочее. Но именно Петр Первый заложил вот эту двойственность, вот эту проблему вот всегда, вот Российская империя, она хорошая или плохая, вот Советский Союз, он хороший или плохой, вот как бы наша нынешняя Россия, она хорошая или плохая, то есть, всегда. И Петр Первый был как раз камнем преткновения вот в этих концептуальных битвах, начиная с 19 века и продолжающейся до сих пор. Это если вкратце. Вопросы есть какие-то у вас? Я, видать, вас так задушил. Да-да, это было интро. А теперь по факту. В четверг, когда я эту лекцию читал в Питере, тоже не было никаких вопросов, потом задал один, потом в том, и понеслась, мы еще там полчаса сидели. Поэтому если у вас нет вопросов, это хорошо. Вот он, этот гад, который... Да, как вас зовут? Да, Сергей. Я немножко не осилил вас, Саш, про хорошая или плохая. Ну, хорошо, не было бы Петра Первого. Не победил. Был бы вместо него там я... Да, да. И что тогда? Россия не была бы хорошей или плохой? Так, да, вопрос, кто не слышал, заключается в том, что если бы не было Петра, а был бы другой, Россия была бы хорошей или плохой? Если бы не было Петра, то там вот эти полки иноземного строя, например, да, это же тоже основа армии и прочее, то скорее всего бояре были бы бородатыми. Там, короче, много традиций сохранилось. Вот я вам рассказываю про теорию почвенничества Достоевских. Очень тупо и кратко. Она заключается в том, что дворяне потеряли связь с землей и с народной культурой, а крестьяне слишком, ну, простите, тупы, да, то есть у них нет образованности дворян. Поэтому надо соединить эти два пласта, чтобы дворяне дали крестьянам свой интеллект, а крестьяне дали дворянам свою русскость, свою натуральность. Потому что вот это тот самый водораздел. Я думаю, что если бы не было Петра, этого водораздела, не то чтобы не было, но он бы был гораздо меньше. Но был риск и довольно существенный, что мы могли бы стать там, ну, не мы конкретно, а там часть нашей территории была бы, например, не российская абсолютно, она английская. Та же самая Сибирь, допустим, или там Дальний Восток. Да, или польская. Кстати, до Петра Первого очень большая мода была именно на все польское. Польский язык, польская одежда, вот это все. Да, она была бы хорошей, плохой, но этот разрыв был бы гораздо меньше. Вот. И это именно то, что Петру Первому выставляли в качестве претензий многие славнофилы, например. Да, давайте. Я думаю, что любая страна наиплохая и хорошая, безусловно, как, в принципе, и люди. Вы-то, ну, вы-то понятно все хорошие. Тут я без базара, да. Но про себя я так не могу сказать. Она началась, я думаю, что даже не с Ивана Грозного, а раньше, может быть, даже и с Ивана Третьего. Но дело в том, что тут вообще надо понимать, когда понятие Россия укомплектовалось, ведь каждый историк считает по-разному. Ведь если мы там говорим про Древнюю Русь, если вы сейчас откроете какого-нибудь украинского историка, то вы там массу интересного выясните, да. Поэтому я думаю, что надо ввести все-таки отчет о централизации государства, да. То есть некоторые начинают с Ивана Третьего, некоторые с Ивана Грозного, некоторые с Петра Первого, допустим, да. То есть когда мы можем говорить про Россию именно в контексте России. Я вам цитировал Варвары, Московия и так далее. До Петра Первого вообще мы воспринимались Европой как, ну, какой-то там... Уже воспринимались. А он как сын своего народа. Не уже, а в принципе воспринимались. Не уже, не... Да. Это просто было общее место. Ну, окей, я прошу прощения за грубое сравнение. Представьте себе, великий сенегальский авианосец или там, ну, то есть, да, где Сенегал и где флот. Ну, вот Сенегал вдруг там морская держава. Все такие, чё? Вот это было примерно так же про Россию. Вдруг флот. Хотя у неё не было выхода ни к одному морю. Вот такой вот эффект. Да. Естественно, внешние обстоятельства никогда нельзя скидывать со своих счетов, но это вечная проблема как решать. Ведь Пётр Первый индустриализация при нём же началась. Но индустриализация за счёт чего? За счёт закрепощения крестьян. Там работали в основном крепостные. В армии кто служил? Крепостные. И это с одной стороны дало толчок вперёд, а с другой стороны отбросило и назад. И опять-таки, если мы перенесёмся на 300 лет вперёд, тоже абсолютно самое. Индустриализация сталинская. Очень положительный эффект пиарный. Вся молодёжь горела идеями. Но при этом, соответственно, опять-таки, закрепощение крестьян, это вся паспортная система, точнее, отсутствие её и так далее, колхозы и всё такое прочее. Так Россия всегда аграрной страной была, понимаете? Куда вы на обороте? Давай, езжай. Не-не-не, нельзя было просто так на стройке поехать. У тебя... Ну, паспорта нет. Вот у меня... Ну, вот у меня в семье другая история есть, да. Про хорошую и плохую Россию. Дело в том, что я думаю, что по отношению к Европе это происходило именно тогда, когда страна становилась слишком сильной. Конечно, здесь без база. И тогда получается ещё время польской смуты, начало 1600-х годов. Почему, собственно, поляки на нас и пошли? Дело в том, что, если вспомнить историю, как они стали великим мяжеством польско-литовским. Дело в том, что в своё время литовцы были достаточно сильны, поляки попросили у них помощи, а потом хитростью и, грубо говоря, родовыми интригами они просто вытеснили литерно-высовых территорий. И та же самую систему они хотели продвинуть и с Россией. Ну, с Русью, получается, 1600-х годов тогда, когда Россия начала укрепляться, ну, Русь, и они поняли, что ключевой момент, что можно взять в свои руки, но не вышло. То же самое... Да, вы правы в этом плане, вообще же княжество литовское, оно же еще и православное было на ту беду, да, то есть, как бы, ну, там, помимо поляков, еще и шведы были, и еще масса всего. Ребята, внешняя политика, это все понятно, и вы абсолютно правы, то, что мы хорошие, когда мы в 90-х жрем канадский спирт, который гонится в Билиси, а оттуда в Осетию, и этим потом травится вся страна. Здесь мы великолепные, замечательные. Как только, каким бы он ни был, да, но Владимир Владимирович, так сказать, вдруг сделал армию армией, флот флотом, а самолеты опять начали летать, мы опять плохие. То есть, у нас это вечная история, вот была Российская империя, все плохо, кровавый режим, окей, революция случилась, казалось бы, нет, опять все плохо, кровавый режим, все, нету проклятого, поганого совка, демократическая Россия, опять все плохо, кровавый режим, новички, все вот это вот, ну, то есть, чего вам надо? Это нормальное, понимаете, это, ну, как бы, nothing personal, just business, да, то есть, это началось со второй половины 19 века, когда возникло понятие realpolitik, да, из Германии оно прошло. При Петре Первом, получается, была немножко другая ситуация, но вы не думайте, что я вам сейчас на все вопросы вдруг отвечу, понимаете, вот я всегда говорю, вот мы сейчас выйдем на улицу, остановим, там 50 человек, и спросим разных абсолютно, от молодежи до пожилых, Путин, он хороший или плохой? Понимаете? А потом пройдет 50 лет, и мы будем читать каких-нибудь там историков, которые каждый со своей колокольней будет судить. Ведь я, например, знаю там работы, я там не знаю, историка Баханова, который пишет про царей так, что, ну, я не знаю, но это святейшие люди просто, да, и знаю историков там из Левого лагеря, которые пишут про Сталина, это просто, ну, лапочка, ну, зайчик, ну, вот как бы, ну, не знал там каких-то вещей, но как бы, ну, то есть, понимаете, тут, это, это, вот так вот, вот это все я делаю, и рождается, да? Вот, говоришь, что вот современие, если бы писали вот так, значит, там вот так. Конечно, конечно, и вот, так вот, вот Гелеровский ваш, вот ваш прекрасный Гелеровский, каждый раз привожу пример, вот читаешь, думаешь, мамочка, а потом начинаешь разбираться, что-то как-то, тут он немножко присвистел, тут он присвистел, там какие-то ишутинцы Карахозовского собирались в трактире «Ад» на Трубной площади, каждый московский гид вам об этом расскажет, каждый, и я рассказывал, пока я не начал читать материалы ишутинцев, и выяснил, что это полная чушь, никакого ада не было, и вообще это было названо совершенно по другим причинам, потому что там было там Вальдо Парадайзе, это была организация, куда принимали девушек, а к ним девушек не перенимали, поэтому они называли себя «Ад», там рай, а тут ад, все, никакого там это, в Крыму, ну Крым это на Трубной площади, ничего этого не было, и вообще, если бы туда студенты зашли, их первым делом бы обули, в смысле, кинули бы на бабки и сказали, чувачок, какой у тебя сюртучок, ну вот, тем не менее, поэтому любые источники, даже то, что я вам говорю, на самом деле, по идее, тоже надо переприверять, хотя я вам как бы привожу источники, но эти источники тоже, не знаю, какие источники, там, не знаю, Николай Стрялов, насколько он там, откуда он это все дело черпал, ну, извините, это такое время, мы в такой живем, поэтому очень часто люди выбирают информацию не по ее правдивости, а по своим предпочтениям, политическим, душевным, ну, нравится вам человек вроде, да, я не хочу называть фамилии, но просто, когда ты начинаешь там с какими-то людьми знакомиться ближе и выясняешь, какие они на самом деле говно, то ты как бы понимаешь, что да, так-то все прекрасно, и он прям вот такой, ух, 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 вот, а тебе не хочется о нем рассказать, ну, потому что я не люблю вот этот скандал, интриги, расследование, вот это грязное белье, да, но ты, ну, вот как раз ситуация с Колом, она очень много выявила там вокруг, да, кто чего стоит, вот, поэтому, поэтому вот так вот, да, так мы и живем, поэтому вы видите фасад, вроде, да, вроде, вроде ништяк, вот так вот сбоку зайдешь и думаешь, мама дорогая, лучше бы я этого никогда не знал, вот, и стараешься от этого абстрагироваться максимально, потому что, ну, тебе хочется жить в гармонии с окружающим миром, да, и быть честным перед самим собой, хотя это тоже пафосом по пахе, но что делать. Друзья мои, я предлагаю закончить, значит, в конце хочу сказать, кто-то уже даже оплатил книжки и должен забрать у меня, а кто хочет, есть книжки мои, три штука, да, можно купить с автографом автора, тысячу рублев, если не знала, нет, нала, можно по номеру телефона, подпишу. Спасибо большое, что пришли, спасибо большое, спасибо большое, что пришли не все, иначе мы бы тут хрен влезли бы, это мне урок на будущее, все, объятия, поцелуи, проклятия, после окончания, пока. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ